Пора переходить к тому, что такое арифметическое множество. Собственно говоря, главный момент, почему я начал сегодня с понятия диафантового множества. Потому что про диафантового множества доказать намного сложнее, это долго была проблема фильтра и так далее. Но понять про диафантового множества, где-то все проще. Потому что что такое многочлен, все понимают. А вот сейчас будет понятие арифметическое множество. Представьте, что у нас есть какая-то формула арифметики пиана. Что это значит? Это значит, что там есть какие-то буквы, какие конкретные числа. Ну числа мы пишем так, один, один, штрих, один, дважды. Не важно, что вы хотите, в десятичной системе. Это не имеет два личного значения, если вы умеете переводить одну систему в другую. Важно, что там есть числа. Есть знать, плюс, умножить. Знать и равенство. Замечательно. Важно. Кванторы. Знаете, для любого. И существуют. Всякие значки и, или, не следуют. Ну, они, на самом деле, только через долго поражаются, поэтому нельзя это все. Это не важно. Важно, что у этой формулы должен быть, для того, чтобы вы говорите мы про арифметическое множество, только один свободный параметр. Так, а здесь вообще, что такое вообще свободный параметр? Когда у вас есть формула вида существует x, дальше что же такое x, x и так далее, то очень важно понимать, что вот этот вот значок, он имеет отношение к этим буквам, но при этом, если в этом месте напишите не x, а какую-то букву другую, то ничего не изменится. Ну, с некоторой обеморкой, она должна быть типа новая. И еще важная вещь. Если внутри у вас написано что-нибудь, типа там, существует а, что-то такое, очень важно понимать, что вот это а, это не это а. И вот этот значок не действует на это. Почему? Потому что надо представлять себе квантер, как механизм связанный со всеми вхождениями, про которые он написан. И вот там можно заменять любую букву, ну, не знаю, суммы, когда-нибудь видели, вот такое выражение, видели? Сумма вука от единицы до пяти к квадрату. Понимаете, что это такое? Это что такое? Это надо взять один в квадрате, два в квадрате, три в квадрате, четыре в квадрате и пять в квадрате. Отлично. Что-нибудь изменится, если вы в этом месте вместо к напишите букву m. Это связанные перемены. Так вот, в формуле может быть сколько будет связанных перемен, а нам важно, чтобы там была только одна свободная перемена. Итак, пишем. Есть некоторая формула. Значит, это формула с одной свободной переменой. Для любую такую форму мы можем взять следующее множество таких n, для которых f от n зависит. Ну, обычно, на самом деле, пишите вопрос, потому что, когда вы подставляете конкретное неправильное число в формулу, то ее не остается уже свободной переменой, и это превращается в некоторое высказание, которое или верно, или ложно. Вот такое множество, как раз и называют множество, соответствующее формуле m. Арифметическое множество. Функтуально важным фактором является следующее ремко. Всякое перечислимое подмножество тем натурального ряда арифметичное. Господа, я не хочу сейчас это доказывать, я хочу, чтобы вы поняли некоторые последствия этого факта. Наиболее другое законное последствие состоит в следующем. Множество арифметичного тогда и только тогда, когда арифметично его отполнение. Давайте сделаем так. Вот это множество обозначим m. Понимаете ли вы, что если я заменю f на отрицание, то я получу такое множество. Что значит не f от n истинно? Что это реальное отличие? Это ложь. Это ложь, да. Такое n, что f от n ложь. Замечаете? Таким образом, m, f, t. Вот множество m в соответствующей формуле и соответствующее ее отрицание. Это в точной степени множество его дополнений. А теперь думаем. Дополнение к перечислимому множеству. Оно всегда перечислимое. Вспомните, сегодня этот факт обсуждался. Да. Вспоминайте. Существует перечислимое множество. Дополнение к разрешимому множеству всегда разрешимо. Это правда. А дополнение к перечислимому? Ого, нет. Не обязательно. В начале лекции я это специально повторял. Что разрешимое множество, разрешимое тогда и только тогда, когда разрешимо дополнение. Был такое? А у перечислимого не всегда. Если дополнение перечислимого множества перечислимо, то это перечислимое множество на самом деле является чем? Разрешимым. Разрешимым. Но мы обсуждали сегодня, что бывают неразрешимые. Понимаете? Бывает неразрешимое, но при этом перечислимое множество. Смотрите, как. Что у нас нужно сказать, и это не получается. Давайте в качестве вот этого множества возьмем именно такое. Вот пусть у нас множество вот это. Вот это множество является... Нет, почему ложным? Там где истина? Вот это. Возьмем в качестве вот этого множества. Мы же сказали, что всякое перечислимое от лидичи. Замечательно. Пусть вот это множество будет перечислимое, перечислимое, но неразрешимое. Господа, давайте думаем, какой интересный вопрос. У меня есть такая формула языка и рифматики, которая обладает следующим замечательным свойством. Что теория о том, что натуральное число обладает этим свойством, я, в общем, более-менее доказывать могу. То есть, у меня есть компьютер, который такие числа выписывает. Но при этом у меня нет компьютера, который выписывает дополнение. Вообще-то, любое натуральное число либо обладает свойством, либо не обладает. Правильно? Но при этом вопрос о том, что вот это свойство верно, значит, такой вопрос мы, в принципе, когда-нибудь дождемся ответа. А если же мы задали вопрос о числе, которое не обладает свойством, то нет вычислимого способа получить этот самый ответ. Итак, инвидурия существует в нескольких вариантах. Я вам сейчас рассказываю. Самый-самый-самый простой, потому что надо вот что-то понять, что нужно дальше двигаться. Обратите внимание. Я эту левую не доказал. Вот она важна, она несложно доказывается, но это некая техническая возня. Я ее не доказал. Но предположение, что она верна, давайте уже абсолютно строго докажем следующее утверждение. Здесь было написано, я уже с гадушкой сделал. Множество всех доказуемых утверждений перечислимо, но для арифметики и любой теории, которая содержит арифметику, множество верных утверждений не перечислимо. Это очень-очень надо понимать разницу между доказуемыми и со всем. И верных, которые почти выполняются. Множество верных утверждений не является самым числением. Помните ли вы, почему множество всех доказуемых утверждений перечислимо? В конечном счете, потому что доказательства – это текст. А про текст мы можем, так сказать, разбираться, и, значит, доказательства от недоказательства мы различаем от расчешиваемого множества. Это понятно. А перечислимое – это потому, что, как утверждение, может быть длинное доказательство. Поэтому мы не можем гарантировать, что мы, так сказать, переберем все доказательства. Все. Вот это очевидно. Множество всех доказуемых утверждений перечислили. Это у нас было очевидно. А вот теперь, почему множество верных утверждений не перечислили? Как-то доказательства. От противного, конечно. Предположим, что множество верных утверждений не перечислили. Внимание! Если вы на верное утверждение навешиваете значок «не», то что вы получаете? Неверное. А? Неверное. Ужас в том, что любое утверждение, в котором нет никаких параметров. А мы же не боялись представлять, что у нас речь идет только об утверждениях без параметров. Когда у вас есть утверждение, оно неверное или неверное. Если бы множество верных утверждений было перечислимо, то множество их отрицаем. Вот они просто... У вас есть утверждения верные, навесили на них «не» получили ложные. Навесили на любое ложное «не» получили верное. Ребята, просто-напросто, если мы умеем перечислять все верные утверждения, то на самом деле мы умеем перечислять все ложные. Для этого достаточно на ложные утверждения навесить «не» когда-нибудь оно будет перечислено, значит, вот его отрицаем не нужен. А если у вас множество и его дополнение перечислимое, то что мы про это знаем? То оно разрешимо. Поняли идею? Замечательно. Ну, а оказалось, что оно разрешимо. Множество всех верных утверждений разрешимо. Но, ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот сюда. Я специально сказал, рассматриваю множество, которое обладает следующим свойством. Оно перечислимо, а дополнение неперечислимо. Но интересно, мы же ведь узнаем, принадлежит элемент сюда или нет, потому это вот можно или нет. Но если мы знаем любое утверждение, ложно оно или истинно, ну, то есть, если мы уже знаем, что это может у нас разрешимо, то в таком случае мы умеем отвечать на эти вопросы, и было бы это множество тоже разрешимо. То есть, еще раз повторю, помимо, это как идея будет. Если бы множество всех верных, кстати, в отличных утверждений, было бы перечислимым, то в таком случае его дополнение тоже было бы перечислимым. Потому что достаточно навесить отрицание и проверять, что неверное отрицание. Замечательно. Если множество было недополнения перечислимым, то множество на самом деле разрешили. Дополнение тоже разрешили. Но в таком случае у нас получилось бы, что оба эти множества являются какими? Разрешимыми. Что противоречит существованию перечислимого, неразрешимого множества. Вот, ребята, это, пожалуй, самый такой быстрый, самый простой способ рассказать теорему Белли-Белли-Белли-Белли-Белли-Белли-Белли-Белли-Белли. Что я на самом деле в этом доказательстве пропустил? Что всякое перечисление под множеством арифметичное. Потому что все остальное я более-менее не снял доказательством, а вот это вот я снял без доказательства.